Любовь и воля – основа религии Любовь и воля, как уже упоминалось, являются основой всякого действия, и они же ложатся в основу всякой религии, как истинной, так и ложной. Ведь религия состоит из действий внутренних и внешних, а любовь и воля являются основами всего этого. Религия – это покорность, привычка и нравственность. Иными словами, это обязательная и постоянная покорность, которая становится нравом и привычкой. Поэтому нрав был истолкован как религия в словах Всевышнего «Поистине, ты великого нрава» – сура письменная трость, аят 4. Имам Ахмад передал от Ибнуяйны, от Ибн Аббаса. Подразумевается, великая религия. А когда Аишу спросили о нраве посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Она ответила, его нравом был Коран. Передал муслим. Если говорить о внутреннем аспекте религии, то ему присуща любовь и смирение, как и поклонению, в отличие от внешнего ее аспекта, который не предполагает любовь в обязательном порядке, хотя внешне ему и присущи подчинение и повиновение. Всевышний Аллах сказал, «Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяние, не вернете ее?» Сура падающая, аяты 86-87. То есть, почему же вы не вернете душу в тело, если у вас нет Господа, которому вы подвластны, и вам ни за что не воздастся? Этот аят нуждается в разъяснении. Он приводится в качестве довода против тех, кто отрицает воскресение и расчет. Довод же должен непосредственным образом указывать на то, ради указания на что его приводят, таким образом, чтобы этот довод заставлял разум сразу же переходить к тому, на что он указывает, благодаря существующей между ними тесной связи. Всякое указание является доказательством того, на что указывает, однако, вовсе не обязательно верно обратное. В данном случае довод состоит в том, что, отрицая воскресение и воздаяние, они не веруют в своего Господа и отрицают его могущество, господство и мудрость. И либо они признают, что у них есть Господь, которому они подвластны, и который распоряжается ими, как пожелает, умершвляет их, когда пожелает, и дарует им жизнь, когда пожелает, отдает им веления и запреты, вознаграждает вершащего благое и наказывает вершащее скверное из их числа, либо они не признают существование такого Господа. Если они признают его существование, то они должны уверовать в воскресение, восстание мертвых из могил, и в существование религии, как система велений, и религии в смысле воздаяния за совершаемое деяние. Если же они не веруют в Господа, то это подразумевает утверждение о том, что у них нет Господа, которому они подвластны, и который дает им законы, и который распоряжается ими, как пожелает. Но почему же тогда они не способны отвести от себя смерть, когда она приходит к ним, и вернуть душу в тело, когда она выходит из него во время агонии и подступает к горлу? Это обращение к находящимся возле пребывающего в агонии, которое видят воочию, когда он умирает. Мол, что же вы не можете вернуть его душу в тело, если могущество и распоряжение принадлежит только вам, и у вас нет Господа, и вы не подчинены воле одолевающего, могущественного, который устанавливает законы для вас и осуществляет свои веления в отношении вас. Таким образом подчеркивается их крайнее бессилие, ведь очевидно, что они не способны вернуть одну единственную душу в тело, даже если все люди и джинны объединятся для этого. Каким же замечательным образом этот аят указывает на господство Всевышнего, его единственность и то, как он распоряжается своими творениями и осуществляет свои веления в отношении них. Таким образом существует религия в смысле шариата, в велении Господа, и существует религия в смысле расчета и воздаяния. Религия в обоих смыслах исходит исключительно от Всевышнего Аллаха. Вся религия принадлежит ему, будь то веление или воздаяние. А любовь – основа религии и в первом, и во втором смысле. Поистине то, что Всевышний Аллах узаконил и повелел, он любит, и оно угодно ему. А то, что он запретил, ненавистно ему, поскольку оно противоречит тому, что он любит и что угодно ему, и он любит противоположное этому. Таким образом религия, как система велений, возвращается непосредственно к его любви и довольству. А исповедание рабом Аллаха религии принимается лишь в том случае, если оно основано на любви и довольстве. Как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, вкус веры почувствует тот, кто доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как пророком. Передал муслим. Эта религия зиждется на любви. Ради нее она была создана и на ее основании возведено ее здание. Также и религия в смысле воздаяния, ведь она предполагает, что вершащему благие деяния воздастся за его благодеяние, а вершащему скверное воздастся за его злодеяние. И оба эти воздаяния любимы Господом, поскольку через них проявляются его справедливость и благоволение, которые относятся к его качествам, указывающим на его совершенство. А Всевышний Аллах любит свои имена и качества и любит тех, кто любит их. Религия в обоих упомянутых смыслах представляет собой прямой путь Всевышнего, ведь Всевышний на прямом пути в том, что касается его велений и запретов, награды и наказания. Как сказал Всевышний Аллах, сообщая, что его пророк Худ, мир ему, сказал своим соплеменникам, «Поистине я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь вместо него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа, который распоряжается всем. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Поистине мой Господь на прямом пути». Сура Худ, аяты 54-56. Этот пророк Аллаха знал, что его Господь на прямом пути в своем творении и распоряжении, награде и наказании, предопределении и осуществлении его, лишении и даянии, посылаемых им благополучии и испытаниях, содействии и оставлении беспомощи, и не отходит от того, что предполагается его святым совершенством, которое является следствием его имен и качеств, справедливости, мудрости, милости, благодеяния и благоволения. Он вознаграждает тех, кого надлежит вознаграждать, и наказывает тех, кого надлежит наказывать. И он оказывает содействие и оставляет беспомощи, дает и лишает, наставляет на правильный путь и оставляет заблуждений. Все это он делает так, как подобает и надлежит это делать, за что он заслуживает совершенной хвалы и прославления. И это знание обязало пророка к тому, чтобы вас звать в присутствии знати из числа своих соплеменников, со спокойной душой и сердцем, не испытывающим страха, делая это с искренностью ради Всевышнего. Поистине я призываю Аллаха в свидетели, и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен тем, кому вы поклоняетесь, вместо Него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Сура Худ, аяты 54-56. Затем Всевышний Аллах сообщил, что Его могущество и власть распространяется на все сущее помимо Него самого, и что все подчинено величию Его. И Он сказал, нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. То есть, как же я буду бояться того, кто сам подвластен и подчинен кому-то иному, и находится в его полном распоряжении. Ведь это верхневежество и отвратительнейшая несправедливость. Затем Всевышний сообщил, что Он на прямом пути во всем, что Он предопределяет, и нет у Его рабов оснований бояться от Него притеснения и несправедливости. И я не боюсь никого и ничего, кроме Него, потому что все это подвластно Ему. И я не боюсь от Него ни жестокости, ни несправедливости, ибо Он на прямом пути. Решение Его обязательно для Его рабов, а приговор Ему, исполненный им, справедлив. Ему принадлежит власть и Ему хвала. Его действия в отношении рабов не выходят за рамки справедливости и благоволения. Когда Он дарует, оказывает почет, наставляет на прямой путь и оказывает содействие, то делает это в соответствии со Своим благоволением и милостью. А когда Он лишает, принижает, позволяет впасть в заблуждение, оставляет без помощи и счастья, то делает Он это в соответствии со Своей справедливостью и мудростью. То есть Он на прямом пути и в том, и в другом. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе, если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет, «О Аллах, поистине я раб твой, и сын раба твоего, и сын рабы твоей, я подвластен тебе, решение твоя обязательно для меня, а приговор мне, исполненный тобой, справедлив. Я заклинаю тебя, О Аллах, каждым из твоих имен, которыми ты назвал себя сам, или открыл кому-то из сотворенных тобой, или которые не спослал в твоей книге, или оставил у себя сокрытыми ото всех, сделать Коран благодатным дождем для моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства, то Аллах непременно избавит его от печали и забот и заменит ему их радостью, передали Ахмад, ибн Хиббан, ибн Ас-Сунни. Сказанное распространяется и на управление Господа этим миром, и веление его, и предопределение его, то есть на то, что происходит по выбору раба Аллаха, и то, что ему выбирать не дано. Все это непременно исполняется в отношении раба Аллаха, и все предопределенное Господом справедливо. Этот хадис имеет тот же смысл, что и приведенный ранее аят, и между ними существует тесная связь.